Всем привет! В этом видео я расскажу вам о том, как настроить эмулятор консоли Nintendo 64 под названием Project 64. Версия эмулятора 1.6, так как наиболее полная совместимость с оригинальной консолью, большее число поддерживаемых игр. Итак, запускаем эмулятор. И перед нами главное окно. Все на русском языке. Кстати, выбор языка появляется при первом запуске эмулятора, но так как я его запускаю уже не первый раз, поэтому язык у меня уже выбран. Итак, выбираем настроить графику. Разрешение окна. Ну тут стандартненько, 800 на 600. Полноэкранное разрешение. Здесь в нескольких вариантах, то есть одно и то же разрешение экрана, но в 16-битном цвете. И в 32-битном цвете. А, и еще с разной частотой развертки. Ну мы выбираем 1024-168, 32 бита, 60 герц. Вертикальная синхронизация. Здесь тройной буфер, укажем. А низантропную фильтрацию можно укрутить на всю. Полноэкранное сглаживание. Это будет зависеть от вашей видеокарты. Но, как правило, даже ноутбучные видеокарты достаточно мощные, чтобы потянуть все это. Так что здесь можно указать на максимум. Дальше. Текстуры высокого разрешения тоже можно поставить галочку. Текстурная фильтрация. Ну и на этом, собственно, все. Настройки звука тут, как вы видите, предел минимализма. Ничего особо настраивать не надо. Ну и, собственно, настройка управления. Ну, так как геймпада у меня сейчас нету, поэтому я вам продемонстрировать ее не могу. Ну, тут все довольно просто. Вы нажимаете на кнопочку сюда. Потом нажимаете на кнопочку на геймпаде. То есть, какую хотите назначить. Все довольно-таки стандартно. А фотографии контроллера Nintendo 64 вы можете найти в интернете, чтобы посмотреть, какая там раскладка кнопок. Здесь вы можете указать папку с вашими играми. Games. И у вас отобразится здесь список. В первой колонке название игры. Во второй колонке состояние. То есть, совместимость этой игры с эмулятором. И какие-то либо еще примечания здесь. Это особо уже здесь не важно. Ну вот и все. Пока.